В России пока перерабатывается совсем небольшая часть пластиковых отходов. Остальной пластик сжигается или остается на свалках. Время его полного разложения – сотни лет, и все эти годы он будет выделять токсичные вещества. Но выход из этого положения есть. Нужно пустить пластик на переработку и использовать в качестве сырья для производства различных изделий. Об этом в нашем следующем репортаже. Экологи не случайно бьют тревогу. Пластиковый мусор стал одной из основных проблем. Но решение все же есть. В нашем городе заработало небольшое предприятие, которое использует пластиковые отходы. Они являются ценным сырьем, из которого изготавливается экологически безопасная продукция для благоустройства придомовых, городских и парковых территорий. В городах больших, когда люди не знают, как избавиться от мусора, они его жгут, все это выкидывается в атмосферу, засоряет экологию, ухудшает здоровье. Да, я за то, чтобы было все экологически чистым и пластик можно было переработать, дать ему вторую жизнь. В специальном экструдере, где есть плавильный агрегат, измельчитель и смесительная установка, получают армированную смесь, что дает в итоге просто гранитной прочности композитный материал. Стоимость продукции из полимер-песчаного сырья гораздо ниже, такой же из дерева, а прочность намного выше. Мы используем только экологически чистый пластик. Сделать мы можем из него все, что угодно, все зависит от сложности процесса, это форма и пресс. На самом деле, так как мы только запускаемся и только начали, абсолютно все, не могу сказать, что мы можем сделать, но очень много, на сегодняшний день 25 позиций уже есть, которые мы можем произвести. И самое распространенное – это урные лавочки, кашпот для цветов. Спрос на подобную продукцию для городского благоустройства по стране и по Кубани растет. Производство только начинает развиваться, но уже сейчас очевидны все его достоинства. Самый большой плюс – при изготовлении наших двух лавочек мы сохраняем одно дерево, как минимум. То есть лавочка будет из вторичного пластика, а не из дерева, которое мы срубим. Второе – мы очищаем экологию, но и преимуществ очень много. Лавочки являются антивандальными, они тяжелые. Двухметровая лавочка весит, например, 160 килограмм. Ее не так просто унести, уж разломать тем более. Структура полимер-песчаной смеси не впитывает влагу, поэтому лавочки абсолютно не разрушаются. Скамья от этого предприятия была в качестве подарка установлена рядом со Славянским автовокзалом. Ее уже успели по достоинству оценить и водители, и пассажиры. Судя по всему, перспективное направление производства получит свое развитие. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».